Всё напряжено до предела, всё или ничего. Что же будет дальше? Узнаете прямо сейчас. Эй, йоу, всем привет, с вами я, Рома, и это уже 18-я серия рубрики «Путь до лидера СМИ», где мы с вами с абсолютного нуля уже стали продюсером СМИ, но наша цель – лидерка. А играю я на сервере BlackRash, и ты можешь скачать игру именно по моей ссылке в описании. Это самая актуальная версия игры, без вирусов и багов. Залетай на 11-й сервер Индиго, и при регистрации на этом сервере вводи мой ник «РоманВендетта» и один из лучших промокодов на сервере «ХэштегВендетта». За всё это ты получишь 15 тысяч рублей и поможешь на старте и себе, и мне. Желаю вам приятного просмотра, и мы начинаем. Погнали! Меня уволили? Да, это никакая не шутка, это так и есть. Я тут уезжал ненадолго в другой город и не смог делать норму. Взял неактив, но меня всё равно ливнули. Не буду обвинять в этом лидера, я понимаю, что ему нужны активные заместители, чтобы он сам смог стоять лидерку без проблем, но вот что есть, то у нас и есть. В принципе, мне абсолютно всё равно на девятку. Сегодня предлагаю сделать более важные и интересные дела на нашем аккаунте, чем выполнение нормы. Если бы меня не уволили, это был бы очередной похожий выпуск на предыдущий. Я тут снова купил випку и качаю вплотную уровень. У меня, к слову, уже девятый левел тут недавно стукнул. Осталось всего лишь 14 пейдейв словить, и будет уже десятый уровень, и я смогу встать на лидерку. Но у меня не так уж и много времени, потому что 30 августа Рома Фламин встал на пост лидера, и соответственно 14 числа он должен уйти. Но мы ещё прибавляем 3 дня мороза фракции при смене лидера, и получаем приблизительно 17 число. Сейчас также и проходит набор на старший состав, где свободно куча рангов менеджеров и одна девятка. Но я особого смысла подавать заявку не вижу, лучше уж дождёмся обзвона на лидерку. Давайте пока что поедем на нашем питбайке в СМИ, и устроимся там на первый ранг, чтобы можно было там хотя бы появляться, потому что всё-таки уже привык. Проходим тест в отделе кадров, и теперь я тут обычная печенька. Надеюсь, уже совсем скоро я махом перескочу через всю эту ветвь повышения, и стану директором буквально за один обзвон. Да, за всё время мне задонатили очень много вертов, и давайте в банке снимем эти деньги и купим себе новенькую тачку, которая бы давала всем понять, что едет босс или в нашем случае директор первого канала. Главное потом с обзвоном только не обосраться. Сливаем в госпитбайк, потому что я больше особо не хочу кататься по крестам, и покупаем X5-ю бэху, я думаю, в нашем бюджете это идеальная статусная тачка. Ставим те самые номера, которые стояли на легендарной четырке, и просто отличный выбор. Вай, красотка! Как вам, ребята? Напишите в комментариях. И теперь самое время её немножечко ещё подшаманить. Залетаем в стайлинг-центр, и крутим тут всякие цвета, и нажимаем всякие кнопочки, чтобы наша тачка стала ещё круче. Вуаля! Уже намного лучше выглядит. Теперь паркуемся у офиса СМИ, и сейчас ещё нужно будет метнуться в шинку, посмотреть там диски, подкрутить клиренс, ну, если, конечно, денег хватит. Всё, вот теперь выглядит очень привлекательно, а слов нет. Вот так вот, ребятки, и я надеюсь, через несколько дней я одену смокинг начальника и сяду за этот аппарат. Не только же норму выполнять. Хотя, по-моему, у директора самая жесточайшая норма. И я уже накопил ещё 15 очков опыта, пока снимал этот видеоролик. И осталось всего 25 XP, и цель будет, наконец, достигнута. А то, что больше всего нам мешало на этом пути, больше мешать не будет. В следующей серии, стало быть, мне нужно будет постараться стать лидером. Я надеюсь, что всё сложится в мою пользу, и я займу свою вторую лидерку на Блэк Раше за всё время. А на этом уже 18 серия рубрики подходит к концу. Если понравилось видео, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал с колокольчиком, чтобы ничего не пропустить, и напиши в комментариях, ждёшь ли ты Блэк Рашу на айфоны. А я с вами не прощаюсь, можете посмотреть предыдущие и будущие серии этой рубрики в конечной заставке. Всем удачи!